Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости нашего сегодняшнего юбиляра. Удивительный человек собрал сегодня нас. Я вот всегда, когда вспоминаю о Валерии Монастыреве, сразу приходит образ человека-романтика. Это внешнее, уже далекого от юного возраста, но сохранившего чистую, светлую душу, добрую, искреннюю, порой смешную душу ребенка. И этому ребенку исполнилось сегодня 6 лет с нулем. Давайте его поздравим. Нашу сегодняшнюю встречу мы начнем с небольшого экскурса биографического. Так, видимо, выходит, что все мы друг друга знаем так или иначе. Часто встречаемся, разговариваем о каких-то темах, вспоминаем. Но мало что знаем конкретно о биографии человека. И я думаю, вы позволите мне начать официальную часть именно с этого. Рассказать, а кто же такой Валерий Ипполитович Монастырев. Мы будем сопровождать этот рассказ некими кадрами на экране, поэтому можно не обязательно смотреть на меня, я буду читать по бумажке. А вот смотрите на экран. Итак, Валерий Ипполитович Монастырев. Для нас, для многих, простый Ипполитович. Искренний друг. Сегодня празднует свой юбилей. Родился Валерий Ипполитович, как вы уже поняли, 19 июня 1954 года. В городе Алмати. Совсем не изменился. Да, вот такой вот он был. Уже казак в душе. С 1958 года по 70-й, с небольшими перерывами, жил и учился в Германской Демократической Республике, в Берлине. Включительно по самый девятый класс заканчивал нашу советскую школу в Берлине по месту службы и работы отца. Валерий у нас пограничник в четвертом поколении. Это тоже дорогого столь. Там же вступил в Комсомол. И, насколько нам известно, гордится этим и по сей день, подчеркивая, что комсомольский билет он получил из рук своих старших наставников в знаменательном и совершенно святом для каждого россиянина и советского человека месте в трептов парке знаменитой скульптуры в Учетичи, где солдат держит на руках маленькую девочку, спасенную в Берлине. Затем вся семья переезжает по месту новой службы отца в город Фрунзе. Там же Валерий заканчивает школу. Ну, понятно, что город Фрунзе сегодня называется Бешкек, и это уже совсем другое государство, это Киргизия. После окончания школы Валерий, имеющий хорошие навыки и знания немецкого языка, поступает на первый курс Алма-Атинского педагогического института иностранных языков. Он и сейчас может спокойно поговорить по-немецки, иногда это доставляет большое удовольствие. Переводчик не нужен для тех, кто хоть чуть-чуть знаком с немецким языком. За время учебы неоднократно участвовал в туристических походах по горам Заилийского, Алатау. Проучившись почти год, неосторожно, на одном из походов серьезно простыл. Пришлось долго лечиться и после болезни взял академический отпуск. С учебой было закончено, но тут подоспела другая пора, когда, как ни странно, на меня не смотрите. Как ни странно, он болел, но к призыву в армию был готов, и медкомиссия его признала годным и здоровым. Началась его служба, срочная служба в советской армии, а точнее в пограничных войсках. Проходила она с 1972 по 1974 год в Нарыне, в Алма-Ате, в Пржевальске. Там же он закончил сержантскую школу, школу сержантского состава связи и получил первую воинскую профессию. Механик ВЧ и НЧ телеграфист второго класса. Проходил службу на левом фланге Пржевальского пограноотряда на границе с Китаем, на конной заставе советской. Вот видели фотографию, где он на лошади? Это было предопределено еще в детстве, наверное, да, Валер? Службу срочно закончил в звании сержанта. После окончания получил уведомление в том, что мог бы продолжать учебу в Институте иностранных языков без экзаменов с первого курса, но решил выбрать другой путь. Еще на заставе у Валерий был избран секретарем комсомольской организации и отвечал за освещение в отрядной окружной прессе ратных дел воинов-пограничников. Именно эта стезя определила его дальнейший жизненный путь в качестве профессионального военного журналиста. В 1974 году поступает в Львовское высшее военно-политическое училище, и в 1978 году его заканчивает. Но и там в училище Валерий принимает непосредственное участие в различных культурно-массовых мероприятиях, исполняя песни под свою гитару-берлинку, о которой все наслышаны, а кто не знает, он, видимо, сам об этом еще нам расскажет. И удостаивается чести быть в небольшом, но мобильном отряде всего училища, который выходил в походы по местам боев 18-й армии по призыву газеты «Красная звезда», освобождавший Карпаты от немецко-фашистских захватчиков. И с достоинством в тех временах и с большой любовью он хранит даже справки о том, что он там был. Вот, видимо, чекистская натура все-таки в нем тоже иногда проявляется, и без бумажки ты букашка, а вот справочки все аккуратно подшиваются в личное дело. Ну, по окончании училища, став лейтенантом, получив лейтенантские звездочки, учился он с 1978 года по 92-й, Валерий Монстарев проходил службу в Краснознаменном восточном пограничном округе в городе Алма-Ате в газете «Округа часовой Родины». За время службы побывал практически во всех пограничных отрядах и на заставах этого большого округа, включающего в себя весь Казахстан, всю Киргизию и часть Таджикистана. Для дальнейшего продвижения по службе Валерию было предложено перейти из округа в Алма-Атинское пограничное училище, что позволило ему в 1988 году заочно закончить военно-политическую академию имени Ленина, факультет военной журналистики. Вот с тех пор он уже не любителем стал, а профессионалом, журналистом. С распадом Советского Союза, так же, как и многие из нас, почувствовали изменение в своей собственной судьбе, и, конечно, это повлияло на судьбу Валерия Монастарева. С 1992 года был переезд из Алма-Аты в Москву, и начался новый этап его военной службы в книжно-журнальном издательстве «Границ». Валерий к тому времени уже маститый журналист, заместитель главного редактора двух пограничных журналов, «Пограничник. Содружество и ветеран границы». Валерий Монастарев – один из первых зачинателей, родившегося в 1995 году песенного форума пограничников и первого фестиваля 1997 года «Пограничные песни» в Голицынском пограничном институте. На сегодняшний день он член Союза журналистов России и Москвы, член Международного Союза журналистов. За время службы по заданию журналов и газеты «Граница России» побывал в различных регионах России и СНГ, в том числе и в горящих точках. Два раза в Таджикистане, Дагестане, и мы еще об этом сегодня будем говорить. Фото об этом тоже свидетельствуют. После увольнения в запас в 2002 году по 2006 год работал генеральным директором издательского дома 41 в Зеленоградском обруге города Москвы. Совмещал трудовую деятельность с творческой и как лауреат первого международного московского армейского фестиваля в Зеленограде более пяти лет постоянно участвовал в творческой деятельности, в патриотических мероприятиях Зеленоградского административного округа. И сейчас обратите внимание на экран. Мы попросим его сына Ивана, который сегодня у нас видеоинженер, давайте его поприветствуем, показать первый видеоклик. Продолжение следует...